А дохотворенность и безмятежность – такие чувства переполняют, когда смотришь на иконы и картины из-под кисти Григория Журавлева. В музее Алабина открылась выставка подлинных икон мастера. Выдающийся художник родился без рук и ног, и все свои произведения писал, держа кисть или карандаш в зубах. Каким нужно было обладать мужеством, внутренней силой, стержнем, вверх, для того, чтобы не сломаться, для того, чтобы реализовать заложенный в нем талант, божий дар и стать тем, кем он стал. Выставка завершает годовой цикл памятных мероприятий об удивительном иконописце в России. Аналогичные экспозиции уже были представлены в Москве и из Санкт-Петербурга. В коллекции Самарского музея иконы и картины из разных уголков страны, в том числе из государственного Эрмитажа. Это здорово, я надеюсь, что таких выставок у нас будет больше. И особенно, как бывший музейщик, хочу отметить исключительное качество выставки. Благодаря, опять же-таки, поддержке губернатора нам удалось оснастить музей достойным образом, чтобы показать творчество Григория Журавлева во всем его многообразии и красоте. В музее Алабина представлены не только те работы, которые экспонировались в Москве и Санкт-Петербурге, но и уникальные. К примеру, икона Николая Чудотворца, которую привезли из Эрмитажа. Книга Ветхого Завета в иллюстрациях. Из Москвы привезли рисунок путевого дворца, который был построен специально к визиту императора Николая II, когда он путешествовал по Самарской губернии. Выставка проработает до октября. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...